Все мы прекрасно помним тот конфликт, который возник несколько лет назад между Скарлетт Йоханссон и компанией Disney, а также студией Marvel. Конфликт, который перерос в суд и лишь трудами адвокатов Дома Мыши не превратился в громкое скандальное разбирательство. После чего отношения между Йоханссон и студией явно дали огромную трещину, мы даже узнали о том, что Скарлетт решила возглавить франшизу Парка Юрского периода от злейших конкурентов Дома Мыши студии Universal, как вдруг подтверждение информации о том, что актриса, несмотря ни на что, таки возвращается в MCU, причем, возможно, в совершенно новой роли. Всем привет, с вами Юту и мы начинаем. Ну и для начала напомню вам коротко в двух словах, в чем же, собственно, заключалась вся суть конфликта с Карлетт Йоханссон и компанией Disney. Дело в том, что когда в 2021 году Marvel выпустил фильм «Черная вдова», где Йоханссон сыграла главную роль, кино получило так называемую гибридную модель проката, то есть пошло сразу и в кино, и на стриминг. Как следствие, тут же появилось полным-полно пиратских копий отличного качества, ну и сборы новинки в итоге сильно просели. Что же касается гонорара Скарлетт, то она, если мне не изменяет память, получила, кажется, 20 миллионов долларов фиксированной зарплаты сразу, плюс процент от театрального релиза фильма. И вот этот самый процент из-за решения Диснея выпустить кино на Disney+, очень сильно упал, хотя изначально стороны договаривались, что «Черная вдова» выйдет исключительно в кинотеатрах. В итоге Скарлетт Йоханссон утверждала, что недополучила до 50 миллионов долларов за роль в фильме. В Disney же заявили, что актриса бездушно игнорирует последствия пандемии, что Скарлетт жадная и все такое. В итоге Скарлетт Йоханссон подала в суд на компанию Disney, но после первого же предварительного слушания, дом мыши быстренько переобулся и пошел на сделку с актрисой. В результате стороны разошлись более-менее полюбовно, но осадочек, как говорится, все равно остался. И вот теперь, два с половиной года спустя, выяснилось, что Скарлетт таки возобновляет сотрудничество с компанией Disney и студией Marvel. Как оказалось, буквально на днях, актриса работает над превращением блондинки-призрака в сериал Disney+, для Marvel. Блондинка-призрак, если кто не знает, была борцом с преступностью в маске, которая появилась в комиксах середины 1940-х годов, то есть в так называемый Золотой век. А теперь данного персонажа воскрешает Скарлетт Йоханссон. Йоханссон продюсирует сериал Блондинка-призрак вместе с Кевином Файги. Правда, на данном этапе неясно, действительно ли она сама сыграет главную роль, но шансы такого довольно велики. Вполне возможно, что Скарлетт получит таки роль самой блондинки, хотя это еще предстоит определить окончательно. Да, я понимаю, что трудно представить Йоханссон играющую кого-то другого, кроме Черной Вдовы в Marvel. Плюс в MCU до сих пор избегали того, чтобы кто-то из актеров-мстителей сыграл другого персонажа комиксов, отличающегося от того, которым мы его знаем. Тем не менее, все бывает в первый раз, особенно в той нелегкой ситуации, в которой сейчас оказалась студия и вся киновселенная Marvel. В конце концов, Блондинка-призрак, которая впервые появилась в выпуске 11 журнала All Select Comics еще в 1946 году, стала настолько популярной, что сразу же получила собственный сольный комикс. А следующее ее появление было уже в одноименном выпуске под названием Блондинка-призрак. Так что, возможно, Скарлетт Йоханссон просто-напросто присмотрела для себя новую блондинистую, так сказать, роль в Marvel. Что, как по мне, вполне себе вероятно, особенно если актрису уговорили вернуться, и с учетом того, что ее изначальная героиня Черная Вдова уже выбыла из игры навсегда. Так что, видите, все течет, все меняется, и если еще недавно мы думали, что все, Скарлетт навсегда побила горшки с Marvel, более того, решила утереть нос Диснею, став главной звездой крупной франшизы и злейших конкурентов студии, ведь Universal в прошлом 2023 году впервые за долгое время обогнали Дисней по суммарным кассовым сборам за год, вырвавшись на первое место. Если не так давно мы считали, что в этом, так сказать, стратегия Скарлетт Йоханссон, то теперь оказалось, что вовсе нет. А как вы относитесь к таким новостям? Считаете ли, что актрисе нужно возвращаться в Marvel? И чего ждете от такого возвращения? Пишите об этом в комментариях, ставьте пальцы вверх и обязательно подписывайтесь на наш канал. Спасибо всем, кто был с нами. Пока-пока.